Сегодня проводим большое знаковое видео-селекторное совещание. Это один из больших этапов реализации проекта по макировке лекарственных препаратов. И я хотел бы понять, кто у нас присутствует в студии, и поэтому произведем переключку. Скажите, пожалуйста, от Самарской области, от исполнительной власти, кто присутствует в регионе? Шишин Геннадий Геннадьевич, Управление лицензированным ведомством контроля качества и безопасности медицинской действенности и Управление организацией фармацевтической действенности. Скажите, пожалуйста, Вы уже познакомились с документами, все они по доктору? В основном. Начальник отдела лекарственного обеспечения медицинской техники Гришин Валерий Валерьевич. Томская область, Томская область, Томская область, Томская область, Томская область. Добрый день, Михаил Альбертович. В студии я и мои коллеги Иванникова Ольга Алексеевна, заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области, по медицинским вопросам. А почему там медицинские вопросы? Вы по активистой все вопросы? Лекарственное обеспечение входит в мои должностные обязанности. Добрый день, коллеги. Мы сегодня проводим рабочее видеоселекторное совещание. Сегодня к вам идет письмо в регионы на губернаторов, на всех. В каждом регионе должна быть создана рабочая группа, и рабочую группу проектную должен возглавить ниже заместителя губернатора человек. Но, вероятно, это по социальным вопросам. Поскольку этот проект будет реализовываться в очень короткие сроки, фактически мы должны будем в зале подключить все, это более 350 тысяч объектов Российской Федерации, которые будут осуществлять в выводе из оборота списания и системы лекарственных препаратов, и более тысячи производственных площадок мы должны будем подключить по всему миру в эту систему. Сегодня в рамках пилота у нас уже отработано все взаимодействие. Но поскольку проект огромный, количество паховов, более 6,5 миллиардов, я посмотрел в выборочных регионах сам лично уровень готовности организации по уровню информатизации в аптеках, в медицинских организациях. Хочу сказать, что в большинстве своем уровень информатизации неплохой по учету лекарственных препаратов, потому что аптечные организации, особенно сетевые, они все имеют в той или иной степени информационные системы. Другой вопрос, что качество информационных систем везде и отновляемость их на разном уровне, но в целом они обеспечивают, на мой взгляд, работу по системе маркировки. Второе, что принципиально, это медицинские организации. В медицинских организациях это должны быть не просто пухаторские системы по учету, это фактически аналогичные аптечные организации информационные системы, но в крупных медицинских организациях есть практически везде. В мелких медицинских организациях, особенно часто, и в том числе всевозможных кабинетах, по типу стоматологических и так далее, там, конечно, больная информатизация на низком уровне. Поэтому мы будем рассматривать варианты сейчас, как для таких медиагральных предпринимаций, рассматривать вопрос, описание лекарственных и изоборотов лекарственных препаратов, либо на уровне его после из аптечной организации, либо, соответственно, у них этот формат возможно. И сейчас приступаем непосредственно к видео-селекторам. Во-первых, вся система маркировки реализуется в рамках приоритетного проекта, утвержденного председателем правительства. Маркировка лекарственных препаратов будет вводиться поэтапно. На проектном комитете под председательством Аркадия Владимировича Лакловича предварительно установлено, что утверждено, что 7 высокозатарных пазологий препаратов, которые используются для лечения этих патологий, будут маркироваться уже с 1 апреля 2018 года. Аптечные организации, которые осуществляют отпуск лекарственных препаратов, соответственно, к этому периоду должны быть готовы. Общее количество аптечных организаций, которые находятся на территории Российской Федерации и принимают участие в отпуске, составляет более 4 тысяч объектов. Причем эти объекты располагаются как в городах с высокой плотностью и стабильным интернетом, так и в сельских территориях, где качество интернета, соответственно, ниже. Поэтому должно быть предусмотрено в том числе и оффлайн-выгрузка с накоплением данных и не по земле определенного срока. Мы об этом сегодня будем говорить. Выгрузка в систему. Таким образом, 7 высокозатарных пазологий, полный уровень готовности, должен быть обеспечен 1 апреля. Хочу сказать, что по данным оперативных силовых ведомств и уже по возбужденным уголовным делам небольшое количество правонарушений как раз встречается по данным направлениям. И это в первую очередь касается не фальсификации или ввода недоброкачественных лекарственных препаратов. Это касается повторного вброса, то есть банальной кражи из программ социальных и повторной перепродажи медицинским организациям и органам исполнительной власти субъект. Только за последние полтора месяца в таких случаях было установлено 3, но общую сумму почти 100 миллионов рублей. Поэтому мы оцениваем, что масштаб повторного ввода в оборот, соответственно, с незаконным выводом составляет более миллиарда рублей. Более я говорю, потому что верхний потолок пока, к сожалению, я даже оценить не могу. Но уровень при условии того, что общий объем финансирования составляет очень много 40 миллиардов рублей, а из оборота выводится более 1 миллиарда. То есть можно представить такой счет на сегодняшний день северный шикарский. Поэтому сегодня будет представлена общая информация по маркировке и непосредственно рекомендации по подключению к системе аптечных организаций. Я хочу всех поблагодарить, потому что мы получили в установленные сроки информацию об аптеках. К сожалению, не все представили информацию по адресам аптек в формате ПАК-кода ФЕРАС Федеральной информационной адресной системы Федеральной информационной адресной системы необходимы те аптечные организации, которые не получили адрес в формате ФЕРАС, чтобы дослали в кратчайшее время, буквально в течение недели-двух, чтобы уже подключение всех аптечных организаций шло без сбоя. Мы должны авторизировать их и четко с локализацией места из привязки к лицензии. Учитывая важность приоритетного проекта, повторяю, что рабочие группы в регионе должны быть созданы на самом высоком уровне. По анализу структур, отвечающих за скрининг интереса населения к реализуемым проектам, проект маркировка лекарственных препаратов занимает всегда первое место. Первое место. Поэтому степень значимости, думаю, что повторять не нужно. И все присутствующие сегодня в студиях понимают, какая на них возложена ответственность. Все, видя селекторное совещание сегодняшнее, оно записывается и будет выложено в открытом доступе на нашем информационном ресурсе. И вы сможете его продемонстрировать не только участвующим сегодня в студиях, но и тем, кто находится за пределами совещания. Это цель и сообразно для того, чтобы люди более детально понимали, о чем это речь. Причем в информационном ресурсе в том числе находится масса дополнительной информации. Это всевозможные и ролики, и проект восстановления правительства, выложены по маркировке. В первом чтении принят закон Государственной Думы о маркировке, поэтому начинаем. Пожалуйста, сейчас я с вами... Да, сначала мы покажем ролик по маркировке, чтобы в общем представление еще раз у всех было. Пожалуйста, вы можете это. Качество лекарств напрямую влияет на жизнь и здоровье населения. Даже небольшая доля фальсифицированной или недоброкачественной продукции это прямой риск тяжелых последствий. Для борьбы с контрафактом правительством России в соответствии с поручением президента инициирован проект «Лекарства, качество и безопасность». В его рамках каждая лекарственная упаковка получит уникальный код, благодаря которому появится возможность отследить путь медикамента от завода-изготовителя до конечного потребителя. К сегодняшнему дню федеральными органами исполнительной власти проведена масштабная подготовительная работа. Утвержден паспорт приоритетного проекта и принято соответствующее постановление правительства. Разработаны также график проекта и рабочая документация, включая основные стандарты и принципы глобальной информационной системы маркировки. Всеобъемлющий охват производства лекарственных средств маркировкой намечен на 2019 год. В настоящее время силами ряда производителей, дистрибьюторов и продавцов фармацевтической продукции совместно с Федеральной налоговой службой и Росздравнадзором проводится эксперимент по внедрению элементов системы маркировки на производственных линиях и в логистическом комплексе. Одним из участников пилотного проекта является группа штата. Эксперимент проходит на производственной площадке Хемофарм в Обнинске. К моменту заказа и выбора оборудования у нас не было окончательных требований к нанесению контрольно-идентификационных знаков для проекта маркировки в России. Поэтому мы воспользовались существующими решениями для рынка Европы. В Европе, так же как и в России, проект должен быть внедрён до начала 2019 года. Участие в пилотном проекте подразумевает активную работу с другими участниками проекта со стороны государства, а также с разработчиками системы для её адаптации и настройки под реальные существующие бизнес-процессы с учётом идеологии, заложенной в проект. В ходе пилотного проекта на упаковочных линиях Хемофарма установлено оборудование, автоматически наносящее уникальный идентификатор на каждую пачку препарата. Систему не только наносит дата-матрикс-код, но и контролирует процесс в реальном времени, что снижает вероятность ошибок. На первом этапе проекта маркировкой снабжается только пилотный список лекарств из трёх препаратов. По мере модернизации оборудования процесс будет распространяться и на остальные препараты, выпускаемые штата, значительная часть которых входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. При апробации технологии в компании использовали опыт штаб-квартиры. В Германии разработка системы маркировки стартовала 8 лет назад. В России маркировка будет производиться в формате дата-матрикс в соответствии с международным стандартом GS1 и будет содержать идентификационный номер упаковки, глобальный код товара и классификатор товарной группы, в которую он входит. В обязательном порядке также указывается срок годности препарата и номер партии. Рядом с 2D-шифром может размещаться информация в числовом виде. Для создания используется генератор случайных чисел с пренебрежимым малой вероятностью отгадывания, защищающий код от подделок. Помимо нанесения на упаковку, данные о каждой единице продукции через сервер предприятия передаются в единую систему сериализации. Сведения, генерируемые участниками информационного контура, передаются в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Это позволяет однозначно отследить принадлежность каждой упаковки, а также призвано обеспечить повышенную безопасность системы. Государство получает три неоспоримых преимущества. Первое преимущество – это экономический эффект. Мы планируем необходимость в лекарственных препаратах, оцениваем рынок и, соответственно, управляем товарными запасами, которые находятся на территории нашей страны. Второе преимущество – это безопасность населения, поскольку данная система профилактирует поступление фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов для населения, тем самым повышая эффективность лечения и безопасность при использовании лекарственных препаратов в медицинских организациях и при амбулаторных лечениях. И третье преимущество – это адресность доставки лекарственных препаратов для льготных категорий и управление товарными запасами в случае возникновения эпидемиологических ситуаций в регионах Российской Федерации. Оценка запасов, необходимая потребность и так далее. То есть все три компонента обеспечивают государству стабильность лекарственного обеспечения для населения. В рамках системы складская или так называемая третичная упаковка тоже будет иметь собственную маркировку с сохранением данных о взаимосвязи уникальных идентификаторов каждой вложенной лекарственной упаковки. Именно с нее будет считываться информация о перемещении медикаментов через логистические узлы. Сканирование будет проводиться на каждой точке пути лекарственного средства от упаковочной линии до кассового аппарата или лечебно-профилактического учреждения. Начиная с 2019 года выпускаться смогут только маркированные медикаменты, что позволит полностью исключить из оборота нелегальную и недоброкачественную продукцию. Оборудование для нанесения маркировки должно быть встроено в производственные и логистические контуры всех участников, фармацевтического рынка России, производителей и импортеров, дистрибьюторов, аптек и лечебных учреждений. Помимо этого, новые потоки данных потребуют дополнительных вложений в информационную инфраструктуру предприятия. Однако эти затраты нельзя будет назвать напрасными. Мы видим в маркировке три существенные выгоды для фармацевтической индустрии. Во-первых, производители сделают для себя рынок прозрачным, поймут, где препараты их находятся, где хранятся, в какой момент продаются. Это важно для производителей, для планирования своего производства и для минимизации оборотного капитала. Раз. Второе. Маркировка позволит производителям очень быстро видеть эффективность своих расходов на продвижение. На рекламу, на работу медицинских представителей. Это крайне важно, поскольку эти расходы на продвижение для производителей составляют существенную часть бюджета. Это было. И третье. Маркировка позволит для производителей убрать с рынка подделки и очень быстро видеть, какая именно упаковка из какой серии дала конкретную или неприятную побочную реакцию в системе формата надзора позволит эффективнее работать в системе формата надзора в целом в интересных целях. У штата в России больше 10 упаковочных линий, на каждой из которых будет ставиться оборудование. Больше 70 линий вне России работы для российского рынка. В целом, это существенные для компании расходы, но мы понимаем, в какой момент и как эти расходы для нас окутятся. Как показывает опыт стран, где система маркировки успешно развернута, пользу от сериализации почувствуют и бизнес, и государство, и потребители. Помимо защиты от контрафактной продукции, благодаря ей производители имеют возможность быстрого отзыва ненадлежащих партий лекарств. Исключается также продажа медикаментов с истекшим сроком годности. Государство получает дополнительный эффективный инструмент администрирования и контроля за налогообложением. К моменту, когда система маркировки начнет полноценно функционировать, возможность оперативной проверки подлинности лекарств получат не только государственные органы, но и потребители. Система маркировки позволяет обеспечить доступ неограниченному кругу лиц в базе данных. Население лично сможет убедиться в легальности нахождения лекарственного препарата в обороте. Таким образом, каждый житель нашей страны почувствует преимущество от внедрения данной системы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маркировка лекарственных средств процесс, заметно усложняющий преступников жизнь. Пока что в борьбе с контрафактными и кальцифицированными лекарственными препаратами фармацевтические компании включаются добровольно. Но с 1 января 2019 года все лекарства на территории Российской Федерации будут промаркированы. Вот сегодня, когда Росздравнодзор выявляет недоброкачественные лекарственные средства, существует система такая, что принимается решение, затем это решение размещается на сайте Росздравнодзора, и все должны эти лекарственные средства изъять. Но, к сожалению, у нас не все являются добросовестными участниками рынка, и иногда при проверках мы выявляем, что те препараты, которые мы остановили, недоброкачественные, встречаются в сети. А эта система позволит утрированно, так сказать, одним нажатием кнопки прекратить обращение вообще всех недоброкачественных или забракованных лекарственных средств. Поэтому эта система позволяет не только фальсифицированные лекарственные средства не допускать легальную цепь, но и останавливать те лекарственные средства, которые выявились недоброкачественными или потеряли свое качество в результате своего обращения. Это одно из требований надлежащей производственной практики в Европе, По сути, уже сейчас. И я думаю, это повышает экспортный потенциал любой производственной компании, связанной с проектом маркировки. При помощи бесплатного мобильного приложения покупатели помогут государству и себе контролировать рынок лекарственных препаратов. Это будет выглядеть так. Считыватель наводится на упаковку на код дата Матрикс на двухмерный штрих-код. При наведении автоматически его считывать, получает результат. Проверка прошла успешно, то есть этот товар зарегистрирован в системе маркировки. Текущий статус проверки, что товар проведена первичная маркировка 3 октября 2017 года, наименование лекарственного препарата, производитель, срок годности, описание лекарственного препарата. Потребитель может сравнить с тем, что он держит в руках, насколько это соответствует действительности. Если это не соответствует действительности, можно сообщить о нарушении, выбрать из выпадающего списка вид нарушения. Сейчас выбираю любой. Можно приложить фотографию лекарственного препарата, по мнению потребителя, в отношении которого есть нарушение. Выбрать место на карте, где непосредственно находится. Здесь считывается геопозиция, и в систему маркировки уже попадают данные с конкретным адресом, где произошло нарушение. Отправляем нарушение, жалобы отправлены. Мобильное приложение должно появиться не позже декабря текущего месяца, потому что с 1 января следующего года будут маркироваться в первую очередь препараты, которые используются для лечения 7 высокозатратных нозологий. Но надо сказать, что не все могут пользоваться телефонами или не хотят, или у кого-то нет таких телефонов, поэтому, чтобы не ограничивать проверку легальности приобретения лекарственных препаратов, в каждой аптеке будут установлены такие считыватели, которые позволят тем, кто приобрел препарат, действительно считать всю эту информацию, которую можно будет считать либо с помощью данного устройства, либо с помощью мобильного приложения. Оборудование для маркировки лекарственных средств встроено в существующую производственную линейку. Пока что приходится покупать зарубежные установки, но в ближайшее время на рынок выйдет оборудование отечественного производства. Это полностью автоматический режим. Здесь четырьмя головками наносится датаматрикс-код, следовательно читаемая информация с струйным принтером. Дальше камера верифицирует считываемость этого кода. Если вдруг брак, соответственно сбрасывается пачка сюда, и система автоматически ее исключает из производственного цикла. Дальше еще один этап контроля качества продукта. Если вес пачки не соответствует заданным параметрам, продукт будет выбракован. А здесь происходит вторичная упаковка и нанесение датаматрикс-кода. Датаматрикс-код зашито пять полей, которые включают в себя, значит, код продукта индивидуальный. Вот эта же машина, она генерирует случайным образом неповторяемый раз в пять лет, согласно требованиям методической рекомендации, код продукта индивидуальный. Потом идет торговый GTIN его кода. Значит, здесь также входит дата выпуска, номер серии, срок годности до какого числа и код НВД экономической деятельности. Тоже зашито до датаматрикс-код. Согласно закону о лекарственных средствах мы пока наносим в человекочитаемом виде номер серии и срок годности. И также наносим в человекочитаемый индивидуальный код, который глазами читается. Не дата матрикс, а читается глазами. Оборудование со всеми наработками обошлось заводу около 10 миллионов рублей. Но на стоимость лекарств это никак не повлияет. Более того, производителю выгодно закупить такое недешевое оборудование для маркировки препаратов, так как оно сэкономит расходы. За счет того, что мы бесплатно будем получать от этой системы полностью всю географию распространения наших продуктов. Сейчас мы эту информацию покупаем у дистрибьюторов, покупаем у аналитических агентств. А это будет бесплатно. Мы в ближайшие кабинеты заходим и увидим до каждой пачки, где продан наш препарат. Но дистрибьюторы нам дают за определенные деньги эту информацию, куда они по своей цепочке поставок распространения продают. Им тоже интересно с точки зрения того, чтобы не допустить на рынок контракт фальсикад. Они сейчас активно участвуют также в проекте. Это и Катрен, и Протек, и Си Интернешнл, они пионеры-пилоты. Поэтому они нормальные. На счет противодействия мы не видим никакого. Сегодня законопроектом предусмотрены два вида нанесения дата матриц года. И маркировать лекарства может только производитель. Но, значит, это может быть, мой код, этот, маркироваться непосредственно на производственной линии. А может он также наклеится в виде стикера. Но это только на предприятии. Предприятие все это делает. Предприятие либо маркирует на линии, либо наносит на стикер. А стикер приклеивается уже на каждую упаковку. Но надо понимать, что этот стикер должен быть неотделим от упаковки. То есть, если кто-то решит его отделить от упаковки, он должен быть разрушаемым. Всего в системе планируется более 350 тысяч участников. Это все участники фармацевтической отрасли. Пока что в программе приняли участие 45 организаций. Это аптеки и производители лекарственных препаратов. В том числе иностранных. Для отслеживания и перемещения оптовых партий лекарств будет создан специальный интернет-сайт. Доступ к ним будут иметь не только те, кто занимается изготовлением и распространением лекарственной продукции, но и государственные службы, которые эти процессы регулируют. Государство, налоговая служба и Росздравнадзор видят всю информацию о движении лекарственного препарата. Видят, где, когда, как произведен лекарственный препарат, как он прошел выпускающий контроль. Если это препарат иностранного производства, то видно, как и когда он ввезен в Россию, каким таможенным документом. После этого видны все документы отгрузки с реквизитами первичных документов, стоимость отгрузок между участниками, и в итоге, где, когда и по какому первичному документу чеку лекарственный препарат был продан в розницу в аптеке. Еще одна хорошая новость для автовиков – появление новой маркировки на коробах, в которых транспортируются лекарства. Благодаря такой системе образуется так называемая матрешка кодов. Данный дата-матрикс с упаковки каждого препарата внутри короба будет сканироваться через SSCC. Сейчас вы видите агрегацию. Так называется процесс упаковки лекарственного препарата в специальные коробы. После чего такой короб получает наклейку с SSCC-кодом. Это помогает дистрибьюторам проводить логистику и учет лекарственного препарата. В будущем цифровая матрешка продолжит расти. Планируется разработка маркировки контейнеров для перевозки коробов. Это ускорит процесс учета лекарственных препаратов в разы. Итак, у нас объемы видят. Качество видеоролика было разбираемым. Звук, видео. Можно? Давай в Рязанскую область спросим. Хорошо видно? Я вас не слышал. Было видно хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. Включились. Да, включились. Включились. И сейчас я передаю слово начальнику управления Роздахна-Зава по контракту качек мониторинской продукции. Валентина Валимовна Касанова, пожалуйста. Спасибо. Уважаемые участники совещания. В свое выступление я коснусь вопросом, что представляется в его системе мониторинга лекарственных препаратов, что явилось основанием для ее разработки и внедрения, какие цели планируется решить, какие нормативные правовые акты приняты и какие планируется принять для внедрения системы маркировки. Также немного коснусь эксперимента, который сейчас проводится на территории Российской Федерации. Если можно, включите презентацию. Система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения Федеральная государственная информационная система мониторного движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя, двухконечного потребителя, с использованием контрольных знаков для цели идентификации каждой упаковки лекарственного препарата для медицинского применения. Необходимо отметить, что основанием для разработки и внедрения системы маркировки лекарственных средств явилось поручение президента Российской Федерации под февраля 2015 года и было дано поручение обеспечить разработку и поэтапное внедрение такой автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки и идентификации упаковок лекарственных препаратов в целях обеспечения эффективного контроля качества лекарственных препаратов, находящихся в обращении и борьбой с их фальсификацией. В рамках работы по реализации данного поручения приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации в сентябре 2015 года была создана межведомственная рабочая группа по процессу создания системы мониторинга, в которую вошли представители Минздрава России, Росдравнадзора, Минкомсвязи, Минпромторга России, научных организаций и общественных объединений. Затем к работе уже присоединились производители лекарственных препаратов, оптовые организации, ряд аптечных и медицинских организаций. 30 ноября 2015 года приказом Министерства здравоохранения была утверждена та же концепция Федеральной информационной системы мониторинга движения препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки. Концепция была определено, что для цели идентификации упаковок лекарственных препаратов производители лекарственных средств, в порядке установленных правительством Российской Федерации, будут наносить на первичную упаковку, в отношении лекарственных препаратов для медицинского применения, для которых не предусмотрена вторичная упаковка, и вторичную потребительскую упаковку лекарственных препаратов, контрольные идентификационные знаки. Учитывая социальную значимость внедрения маркировки лекарственных препаратов 25 октября 2016 года, Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам было подтверждено в области ученых папок приоритетного проекта внедрения автоматизированной системы мониторинга и движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного введения из оборудования антропатных препаратов. Сейчас эта программа называется, приоритетный проект называется коротко «Лекарство, качество и безопасность». На заседании Президенного Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам в декабре 2016 года был утвержден состав проектного комитета по реализации приоритетного проекта «Лекарство, качество и безопасность». Куратором проекта является заместитель председателя Президента Российской Федерации Дворкович Аркадий Владимирович. Ключевыми участниками проекта – Минздрав России, Росдравнадзор, Взбирание налоговых службами, Росдорф, Минфин России, Минфинс Россия. Цели проекта. Третьих – это обеспечение прозрачности поставок и развитие справедливой конкуренции на фармацевтическом рынке. В результате реализации проекта Федеральная государственная информационная система мониторного движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя охватит более 350 тысяч участников системы субъекта обращения лекарственных препаратов и будет отслеживать свыше 7 миллиардов упаковок лекарственных препаратов в год. В результате реализации проекта были обозначены границы проекта. Это с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года обязательно маркировка всех 100% лекарственных препаратов, поступающих в гражданский оборот. Было определено, что перед полномасштабным внедрением системы маркировки необходимо провести пилотный проект. Поэтому с 1 февраля 2017 года по 31 декабря 2017 года в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации номер 62 проводится на добровольной основе эксперимент по маркировке лекарственных препаратов. Целями эксперимента являются определение эффективности и результативности разрабатанной системы контроля за движением на территории Российской Федерации лекарственных препаратов, производителя, до конечного потребителя, определение изменений, которые необходимо внести в нормативные правовые акты Российской Федерации, которые регламентируют сферу обращения лекарственных препаратов в случае принятия решения, внедрение мониторинга за оборотом отдельных лекарственных препаратов и определение технических возможностей информационной системы, в которой будет осуществляться информационное обеспечение проведения эксперимента и необходимости ее дальнейшего развития. При подготовке к эксперименту международная рабочая группа по вопросу создания системы мониторинга, движения лекарственных препаратов и рабочей группой подготовки проведения эксперимента по маркировке контрольными знаками лекарственных препаратов для медицинского применения были изучены различные виды контрольных и динфекционных знаков и способы их нанесения на упаковку лекарственных препаратов. Было принято решение о маркировке лекарственных препаратов двух генов с лиховым кодом «Дата-матрикс», осуществляющим двумя способами – это печать на упаковку непосредственно на производственные линии производителя лекарственных препаратов или наклеивание производителем лекарственных препаратов на упаковку лекарственных препаратов контрольного и динфекционного знака, с нанесенным на него двухмерным страховым кодом, то есть этикетированием. В настоящее время маркировка лекарственных препаратов контрольными знаками в рамках проведения эксперимента встречается с производителем лекарственных препаратов с использованием двухмерного страхового кода непосредственно на линии. Подход к маркировке лекарственных препаратов в двухмерных шляховых кодах гармонизирован со стандартом маркировки, введенном в Европейском Союзе, диригированным нормативным актом от 2 октября 2015 года. Для проведения эксперимента по маркировке контрольными знаками и мониторингу забороком отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения, находящихся в гражданском обороте на территории Российской Федерации, в феврале 2017 года были утверждены методические рекомендации. Данные методические рекомендации, наряду с другими материалами по маркировке, размещены официально в сайте РФ и сайте Федеральной налоговой службы. Данные методическими рекомендациями установлены состав информации, которая включается в контрольный дирекционный знак и правила его нанесения, требования к оборудованию, который используется для нанесения и считывания кодов, требования к информационной системе, порядок передачи и обмена информацией, порядок взаимодействия информационной системы с имеющимися ресурсами, порядок подачи заявки на участие в эксперименте и регистрации участников эксперимента ВС-маркировка, порядок взаимодействия участников эксперимента, включая перечень порядка внещения информации к системе. Участниками эксперимента являются Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба по надзору в связи здравоохранения, Территориальные органы Федеральной службы по надзору в связи здравоохранения, субъекты обращения лекарственных средств, производители лекарственных средств, организации оптовой торговой лекарственными препаратами, вице-выполняющей функции иностранного предоставителя, организации розничной торговле лекарственными препаратами медицинской организации, которые подали заявки на участие в эксперименте. На начальном этапе в эксперименте принимают участие оптичные медицинские организации нескольких субъектов Российской Федерации и предполагается поэтапное распространение его на все субъекты Российской Федерации, а также на труднодоступные населенные пункты с неустойчивой связью с ресурсами информационной системы. Уважаемые коллеги, я хочу сказать, что вам необходимо изучить эти методические рекомендации, потому что эти методические рекомендации в принципе описывают все, что будет происходить в системе маркировки. В настоящее время в эксперименте участвуют 70 организаций, среди них отечественные, изургерные производители лекарственных средств, оптога организаций, аптечные и медицинские организации. 30 торговых наименований лекарственных препаратов в зарегистрированной системе, требований препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, жизненно берегающие препараты, препараты массового спроса. Вообще уже в системе маркировки свыше 800 тысяч промеркированных препаратов. Проводится подключение других участников, и как вы видели в фильмах, которые мы показывали, разработано мобильное приложение для населения. Еще раз хотела бы обратиться к участникам видеоселекторного совещания, что ваши организации осуществляют выпуск лекарственных препаратов, входящих в перчень семи высокозатратных нозологий. Поэтому мы сегодня проводим это видеоселекторное совещание. Это первое видеоселекторное совещание, оно носит такой обучающий характер, и затем предполагается ряд других видеоселекторных совещаний, на которых мы будем раскрывать другие вопросы, которые связаны с системой маркировки. В рамках реализации по приоритетному проекту внедрения в систему маркировки лекарственных препаратов в проектный комитет внесены предложения по поэтапному развертыванию в систему мониторинга движения лекарственных препаратов в 2018 году. Как уже сказал НКЛ, 1 квартал 2018 года, это охват маркировки 100% выпускаемых в обращении лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц больных генофилией, микрорицидозом, гипотезармонанизмом, корей фундаше, злокачественным образованием лифойной, краевых порной и родственной ткани, рсейным склерозом лиц после трансплантации органов и или тканей. 2 квартал 2018 года, охват маркировки 100% выпускаемых в обращении жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, умеющих стоимость свыше 500 рублей. 3 квартал 2018 года, охват маркировки 100% выпускаемых в обращении жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, умеющих стоимость свыше 100 рублей. 4 квартал 2018 года, охват маркировки 100% лекарственных препаратов, выпускаемых в обращении. Но хочу отметить, что окончательное решение по этапности внедрения маркировки будет принимать правительство Российской Федерации. Необходимо отметить, что в настоящее время разработан, прошло общественное обсуждение и уже 10 ноября принят в первом чтении проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. С его утверждением маркировка лекарственных препаратов будет закреплена законодательно. Принятие федерального закона, о котором я только что сказала, потребует также принятия ряда нормативных правовых актов. В частности, уже доработан и в ближайшее время на общественное обсуждение будет выброшен проект постановления правительства Российской Федерации, который определит правила функционерной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе и этапы внедрения маркировки для различных групп лекарственных препаратов. Также будут внесены изменения в постановлении правительства Российской Федерации 686-е об утверждении положения лицензивной производства лекарственных препаратов, действия восемь статей на лицензивной фармацевтической деятельности и другие нормативные правовые акты. Еще хотела бы до вас довести информацию, что на настоящее время в рамках ЕАЭК прорабатывается вопрос о расширении перечня маркированных препаратов, в том числе об охвате маркированными контрольными знаками лекарственных препаратов. И надо сказать, что специалисты РОД-дравновзора также участвуют в этой работе. Еще раз хотела бы сказать, что сегодня мы пригласили на наше видеоселекторное совещание во-первых, пионеров нашего эксперимента, которые уже прошли определенный курс, которые уже имеют опыт внедрения маркировки лекарственных препаратов. И поэтому я бы хотела передать слово Евгению Олеговичу Невантьеву, руководителю аптечной сети «Неофарм» по типовой схеме действий аптек по организации работы с маркировкой лекарственных препаратов, в том числе семью высокозатратных мазологий. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги! 18 августа текущего года нами была реализована первая упаковка в информационной системе маркировки. Это был препарат АМЕС, производства компании «Доктор Эдис». Препарат был получен от дистрибьютора Катрен и начиная с 18 августа реализуется в пилотных аптеках аптечной сети «Неофарм». Я расскажу об основных этапах, которые были пройдены нами для того, чтобы, собственно говоря, это получилось. Значит, в первую очередь нужно произвести определенные организационные мероприятия. То есть, с нами была создана рабочая группа, в которую вошли генеральный директор, заместитель генерального директора по аптечной сети, руководители аптечной сети. Также вошли сотрудники отдела закупок и специалисты по IT. Значит, после определения состава рабочей группы необходимо назначить руководителя рабочей группы, оформить внутренние приказы и иную документацию по предприятию. Также необходимо изучить нормативную и техническую документацию. В первую очередь это постановление правительства Российской Федерации 14 января 2017 года, номер 62. Методические рекомендации, утвержденные Минздравом России 28 февраля 2017 года. И остальную документацию, в том числе и технического характера, которая выложена на ресурсах на сайте Росздравнадзора, на сайте Федеральной науковой службы и также на сайте Центринформ. Значит, после этого необходимо выбрать основной способ передачи данных в информационную систему. Таких способов существует три. Это первый, это через личный кабинет. Второй, это с использованием универсальной системы гарантированной доставки. Это так называемое УСО и передача данных с помощью АПИ. Хочу сказать, что личный кабинет, как правило, будет использоваться предприятиями только для просмотра существующих документов и, соответственно, лекарственных препаратов, находящихся в информационной системе. Основная работа будет проводиться либо через УСО, либо с применением аппаратно-программного комплекса АПИ. На сегодняшний день нами отработана передача в систему через УСО, и сейчас зарабатывается программа для того, чтобы мы смогли работать с помощью АПИ. Ну и дальше, собственно говоря, нужно зарегистрироваться в информационной системе маркировка. Это происходит на сайте www.nalog.ru в личном кабинете. Потом необходимо сделать определенные подготовительные мероприятия. То есть для начала АПИ должна понять, собственно говоря, на какой учетной системе вы работаете, и понимают ли компании, предоставляющие вам данную учетную систему, о том, что есть такая необходимость доработки программного комплекса для работы в информационной системе маркировка. Также нужно понимать, что определенная часть аптечных учреждений работает без программ для организации учета. И в данном случае, если есть такие аптечные учреждения, то необходимо в срочном порядке выбрать программу для организации учета. При этом при выборе программы нужно при общении с компаниями, которые предлагают данные программы, чтобы данные компании уже понимали о том, что информационная система маркировка – это данность, и их программы должны быть доработаны в соответствии с тем, чтобы они могли работать в информационной системе маркировки. Также необходимо подготовить аптечные учреждения части оборудования. В данном случае необходимо приобретение 2D-сканера на каждое рабочее место, где будут осуществляться работы с маркированным товаром. Также необходимо приобретение электронно-цифровой подписи или так называемой джакарты, которая необходима для работы с УСО. Необходимо подготовить каждое рабочее место сотрудника. Для этого нужно поставить 2D-сканер на каждое рабочее место и аппаратные ключи. Также необходимо... А, извиняюсь. Извиняюсь, забыл переключить. Также необходима установка настройка программного обеспечения в зависимости от того, какой способ передачи данных будет использоваться. Это УСО или АПИ. И обязательно необходимо обучение персонала по работе с личным кабинетом в информационной системе маркировка и работе с учетной системой организации, уже переработанной для работы в информационной системе маркировки. Третьим этапом будет начало работы в информационной системе маркировка. В первую очередь это закупка лекарственных препаратов. Для этого необходимо заключить договор на поставку лекарственного препарата с участником проекта, оформить заказ на лекарственный препарат из списка участников проекта. При приемке сотрудника лекарственного препарата в аптеке нужно будет использовать бизнес-логику полеприемки лекарственного препарата, о которой я расскажу чуть позже. При реализации лекарственного препарата покупателю используется также бизнес-логика, в которой мы сделали специальную схему, по которой вы просто можете увидеть, как это необходимо сделать. Также мы прорабатываем на сегодняшний день иные операции с лекарственными препаратами. Это внутреннее перемещение между адресами и осуществлением деятельности, возвраты поставщику, списание и инвентаризация. На этом слайде мы описали бизнес-логику приема лекарственных препаратов. То есть при оформлении приемного акта используется либо загрузка электронной формы, либо ручной ввод документа. Дальше аптечное учреждение может использовать сканирование кода транспортных упаковок с дальнейшей ее разагрегацией, либо сканирование всех кодов из GTIN вторичных упаковок. Для нашей организации мы приняли второй метод – это сканирование всех вторичных упаковок, для того, чтобы на первом этапе внедрения проекта было меньше ошибок. После либо расформирования транспортной упаковки, либо сканирования всех вторичных упаковок происходит регистрация лекарственных препаратов в информационной системе маркировка. И, соответственно, если в результате результат положительный, то идет регистрация в учетной системе, и лекарственный препарат вводится в оборот. Если происходят какие-то ошибки, то происходит возврат поставщика. На этом слайде мы описали бизнес-логику реализации лекарственного препарата. При открытии чека, учитывая, что особенно в первое время будет большое количество лекарственных препаратов, которые могут иметь код DataMatrix, но при этом не находиться в информационной системе, мы предлагаем сначала сканировать код EAN-13. После того, как отсканирован код EAN-13, система понимает, находится ли данный лекарственный препарат в информационной системе маркировка. И если он находится, то система дает знак о том, что нужно просканировать контрольно-информационный знак DataMatrix, и без сканирования DataMatrix невозможно дальнейшее выведение лекарственного препарата из оборота. И, соответственно, так дальше, со следующей, следующей и дальше упаковками лекарственных препаратов. После этого происходит регистрация, выбытие лекарственного препарата в информационной системе маркировка. И также, если происходит положительный результат, то происходит ее регистрация в учебной системе и вывод из оборота. На этих дальнейших слайдах я показал скриншоты экранов, как происходит регистрация в информационной системе маркировка. Это несложный процесс. При подключении к информационной системе маркировка автоматически подтягиваются те оптичные учреждения, которые находятся в системе Росздравнадзора, и дальше после этого нужно будет зарегистрировать каждое отдельное оптичное учреждение. Это скриншот экрана личного кабинета в информационной системе маркировка. В данном случае представлены реестр контрольных информационных знаков, идентификационных знаков. Здесь в личном кабинете показаны реестры документов о реальной реализации препарата АМЕС, зарегистрированных в информационной системе маркировка. На данном слайде показан пример, как дорабатывается модуль приемки товара, и у товара, который используется в информационной системе маркировка, возникает дополнительный идентификатор. Вот в доработанном кассовом модуле видно о том, что есть две упаковки Китарола, таблетки 10 мг номера 20, причем две упаковки находятся в информационной системе, а две упаковки пока еще не занесены в информационную систему, это от предыдущих партий. И при сканировании Я-13 система выдает вот такое окно, что фармацевту необходимо обязательно просканировать код DataMatrix. Такое решение позволит нам гарантированно выводить из оборота качественно все лекарственные препараты, которые введены в информационную систему маркировки. Я могу сказать, что мы видим для себя не только определенные сложности для того, чтобы начать работу в этой информационной системе, но и есть огромные плюсы для аптек, потому что мы в своей работе видим, что есть у недобросовестных аптечных учреждений есть возможности закупки лекарственных препаратов из системы дополнительного лекарственного обеспечения и также маркетингового товара, который происходит посредством так называемых сливов. И данная система, конечно же, позволит добросовестным аптечным учреждениям в этой конкурентной среде чувствовать себя гораздо более уверенными. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Презентации все будут доступны на сайте и вопросы, которые вы захотите задать, вы сможете задать сегодня. И еще одна какая-то информация. А, ну давайте сейчас еще подойдем по списку. Гришина Юлия Сергеевна, пожалуйста, тепловая схема действия лечебных учреждений по организации работы с маркированными препаратами. Пожалуйста, в комиссии. Добрый день всем. Гришина Юлия Сергеевна, директор ГБУС, Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы. Наше учреждение является участником пилотного проекта Основная наша функция, основная наша задача. Мы отпускаем препараты по льготным рецептам. Также у нас в наших аптечных подразделениях есть... В наших аптечных подразделениях также есть и родничная продажа. При этом в нашей структуре есть оптовые фармацевтические склады. Мы являемся грузополучателем для препаратов льготного лекарственного обеспечения, в том числе по всем федеральным программам, включая программу «Семь высокозатратных нозологий». Мы... Евгений Олегович очень подробно рассказал всю схему для того, чтобы начать работать в системе маркировка. Мы со своей стороны сделаем только короткие дополнения и какие-то, возможно, акценты, которые нам кажутся важными. Для участия в маркировке мы зарегистрировали все наши оптовые склады, а также несколько аптечных подразделений. Но сейчас мы регистрируем все аптечные подразделения, особенно те, которые, в первую очередь, занимаются отпуском по семью высокозатратной нозологии. Мы выделили четыре момента, важных с нашей точки зрения, и назвали их «Что надо сделать?». Первое – надо изучить нормативную документацию. На самом-то деле, ее немного. Остановление правительства, 62-е, методические рекомендации, о которых уже упоминали. И важный момент – на сайте Федеральной налоговой службы размещена схема для разработчиков учетных систем. Более подробно про это чуть позже расскажу. Второй важный момент – требуется доработать программное обеспечение, и как раз на это уходит больше всего усилий и времени. Поэтому этим бы надо начать заниматься чем раньше, тем лучше. Дальше требуется зарегистрироваться в информационной системе маркировка и требуется подготовить сканеры. Мы хотели бы более подробно рассказать про доработку программного обеспечения. Коротко скажу о том, что регистрация в информационной системе маркировка у нас не составила особого труда, поскольку у нас, как у государственного учреждения, была работающая электронная цифровая подпись, которой мы активно пользовались. И для каждого подразделения зарегистрированного мы оформили ключ Джакарту. На это все ушло буквально сколько-то часов, даже не дней, наверное. Повторюсь, что самое емкое по времени – это доработка программного обеспечения. В нашем опыте у нас три разных программных обеспечения, поскольку оптовые склады и складской учет на собственном программном обеспечении, розничные продажи на втором и отпуск льготных препаратов на третьем. Таким образом, достаточно большая работа была проведена для того, чтобы все три программных обеспечения могли пересылать данные в информационную систему маркировка и для того, чтобы все три программных обеспечения могли передавать данные друг другу. Таким образом, был доделан блок, доработан модуль приемки маркированных препаратов, доработаны модули выгрузки данных в информационную систему маркировка, для розничных продаж доработан кассовый модуль, для отпуска льготных препаратов доработан модуль отпуска льготных препаратов. И в этом модуле очень важно учесть, что в рецепте может быть несколько упаковок отпускаться с разными кодами. Соответственно, мы доработали, мы используемся, пользуемся возможностью передачи данных и мы доработали блок для передачи данных. Ну вот, наверное, по программному обеспечению наверное, все. Дальше мы хотели бы также остановиться на типах операций. И вот как раз типы операций, поскольку есть операции, как товар попадает, то есть приход товара, есть операции, как товар выводится из оборота. И очень важные операции, когда идет перемещение внутри своих подразделений, поскольку каждое подразделение учитывается отдельно. Например, перемещение между, от одного склада в другой склад. Раньше, например, это был наш внутренний документ оборот. Сейчас каждое подразделение и каждое перемещение между складами, оно также отправляется в информационную систему маркировок. Ну вот, для примера мы привели, да, есть отдельные типы операций, это как перемещение между складами, между аптеками, аптека в аптеке тоже может передать, например, одну упаковку, срочно, если что-то потребовалось. Расформирование, разагрегация большой коробки. Есть отдельный тип операций как списание, потому что может быть и бой, и брак, и помятая упаковка, залита или еще что-то случилось. Приводим для примера. Я упоминала о том, что на сайте Федеральной налоговой службы выложен документ, это схема взаимодействия и схема передачи данных, формата передачи данных в информационную систему маркировка. Мы приводим слайд, то есть при изучении этого документа мы выложили это в виде некой блок-схемы. Подробно останавливаться не будем, но возможно она вам будет полезна тогда, когда вы непосредственно начнете и приступите к проектированию и доработке своего программного обеспечения. Дальше также хотели бы остановиться на сканерах штрих-кода. Первый момент, что много где стоят сканеры штрих-кода и есть одномерные сканеры, есть двухмерные сканеры штрих-кода. И вот, например, конкретно в нашем предприятии оказалось, что часть уже сканеров, которые существовали, они уже считывают двухмерные штрих-кода и нам не придется их заменять. Второй момент, такой практический, что необходимо определить, где, сколько рабочих мест, и от этого будет зависеть, сколько сканеров надо приобретать, необходимо для участия в системе маркировка. Для нас на каждом складе это приемный отдел и отдел комплектации. Также в каждом аптечном подразделении это зона приемки, должна быть оборудована сканерами, и зона отпуска товара. Либо это кассовый, где продажа идет, либо это льготный отпуск, каждое рабочее место оборудовано сканером. На этом, наверное, все важные такие практические моменты я сказала. Спасибо большое. Спасибо большое. И сейчас сразу же пройдем по обязательности в программе сейчас. Хочу предоставить слово области правительственного действия декабря, причем в день по работе с маркированными препаратами представитель городской клинической Борисовича Ильичевского, департамент здравоохранения Носквы. Пожалуйста, Наталья Алексеевна, Дима, Дима, Алексеевна, с вами пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Остановлюсь на опыте конкретно медицинской организации. Мы также в апосте получили промаркированный товар АМЕС во вторичной упаковке и, соответственно, готовы поделиться опытом. Ну, как говорили коллеги, для того, чтобы начать работать, нужно к ней подготовиться. Конечно же, мы создали рабочую группу, обозначили ответственных лиц, все описали приказом, создали приказ, утвердили, ознакомились с нормативной документацией, эксперимента. Обращаю внимание, что вся нормативная документация размещена на сайте розздравнадзора.ру и на налог.ру. Изучили схемы работы с маркировкой, которые также размещены на сайте налог.ру. Определили со способом передачи данных с маркировкой, как уже говорили коллеги, их три. Это личный кабинет непосредственно информационной системы маркировка, передача данных через универсальную систему обмена и передача данных с помощью аппаратно-программного интерфейса. В нашем учреждении мы на сегодняшний день используем передачу данных через универсальную систему обмена и также прорабатываем третий способ передачи данных с помощью аппаратно-программного интерфейса. Определиться или доработать программный продукт для учета лекарственных препаратов, ну и, конечно же, необходимо подготовить рабочее место сотрудника аптеки. Это оснастить его компьютером, сканером на исчитывание штук-мерного штрих-пода, квалифицированная электронная подпись, должно иметь учреждение на имя руководителя и программное обеспечение, обеспечивающее работу с электронной подписью. Дальше необходимо, конечно же, зарегистрироваться в информационной системе маркировка, это пройти проверку электронно-цифровой подписи, программ, обеспечивающих запись информации, но и пройти регистрацию на сайте, указанном на слайде в пункте 2.3, получив подтверждение регистрации, вы получите логин и пароль. Ну и непосредственно наш опыт в нашем медицинском учреждении с маркированным товаром. Ну, конечно же, организовали закупку лекарственного препарата, получили лекарственный препарат, в информационной системе маркировки мы передали информацию о полученном лекарственном препарате и получили результат проверки лекарственного препарата в измаркировку. Соответственно, результат у нас два, либо проверку прошел, либо проверку не прошел. Если вы получаете результат проверки не прошел, то здесь возврат лекарственного препарата к поступщику, если проверка прошел, то дальше идет выдача лекарственного препарата в отделение больницы, также передается в измаркировку информацию о выдаче лекарственного препарата в отделении больницы. Также получаем результат проверки из маркировки. И здесь также два результата. Либо проверку прошел, либо проверку не прошел. Если проверку не прошел, то также возвращается лекарственное препарат поставщику. Если проверка прошел, то вывод лекарственного препарата из оборота информационности и маркировки. На следующих слайдах это конкретные действия нашей аптеки, сотрудников аптеки, и синим цветом и желтым цветом показано то, что непосредственно аптека, сотрудник аптеки не выполняет, но общение нашей доработанной медицинской информационной системы происходит в автоматическом режиме через УСО, ВСМРСы с маркировкой. Соответственно, действия по договору сотрудников аптеки никак не изменились, также создается приходный ордер, приходный документ с указанием спецификации, действия в нашем конкретном учреждении добавились, мы всегда работали со штрих-кодами. Здесь просим, первая схема это если вы получаете товар в упаковках, соответственно аптеке необходимо отсканировать штрих-код и желтин, и дальше в автоматическом режиме происходит передача данных с маркировкой, получение результата. Получение результата также фиксируется в нашей медицинской информационной системе, и в случае, если проверка пройдена, то документ отрабатывается, если проверка не пройдена. На сегодняшний момент информация о том, что проверка не пройдена, сотрудник аптеки сообщает заведующему аптеке, и дальше уже принимается решение по итогам дополнительной проверки заведующим аптекой. И, соответственно, также существует прием товара в коробках или в палетах. На этом слайде, соответственно, показана схема, когда мы принимаем товар в коробке, по вторичной упаковке, по прямой схеме. Также синим цветом действия непосредственно аптеки, желтым цветом это то, что происходит в автоматическом режиме между нашей медицинской информационной системой и с маркировкой. Договор, приходный ордер, приходный документ с указанием спецификации. Дальше сканируется уже групповой код, в отличие от первой схемы. И также, как только информация отсканирована в медицинскую информационную систему, происходит передача данных в измаркировку и получение результата проверки. Если проверка пройдена, то дальше происходит также в автоматическом режиме у нас расформирование непосредственно этой коробки и запрос на получение уже нотификаторов каждой упаковки в нашу медицинскую информационную систему. И происходит отработка документа в медицинской системе. Если проверку не прошел, то товар на сегодняшний момент, эта информация сообщается заведующим аптекой и по итогам работы непосредственно заведующего аптеки принимается решение о том, что возвращается товар поставщику или отрабатывается в учете. Также существует прием товара в коробках, но по обратной схеме. Это значит, что в информационной системе все предшествующие организации зафиксировали в информационной системе информацию только о групповом коде. А информацию об индивидуальных упаковках сообщит непосредственно уже медицинское учреждение в информационной системе маркировки. Здесь также синим цветом действия аптеки, желтым то, что происходит в автоматическом режиме между медицинской информационной системой и информационной системой маркировки. Договор, приходный ордер с указанием приходного документа, с указанием спецификации. Также сканируется групповой код SSC. В автоматическом режиме начинается передача данных с маркировкой получения результатов. Если проверка не пройдена, также сообщается на сегодняшний момент заведующим аптекой. Если проверка пройдена, то дальше уже сотрудник аптеки должен сочетать индивидуальные коды каждой упаковки ежетины. И как только эта информация появляется в нашей медицинской информационной системе, так же запускается автоматический процесс на расформирование упаковки и передачу данных с маркировкой. Дальше уже документ отрабатывается в учете в медицинской информационной системе. Практический опыт, который хотела показать, я рассказала. Спасибо большое за внимание. И в завершающем запланировании доклада с фиксированием поступлений, пожалуйста, от компании «Центр информ», которая осуществляет разработку программного продукта. Добрый день. Сегодняшняя тема моя презентация очень короткая, на самом деле. Она будет посвящена просто пошаговой инструкции в регистрации, выс-маркировке. Но я думаю, что в рамках следующих конференций мы более детально рассмотрим методические вопросы. Сегодня, прежде всего, очень большое спасибо коллегам, которые выступали. На мой взгляд, вот как стороннего наблюдателя, хорошо знающего, как работает система изнутри, оказалось очень понятно и очень доступно. Поэтому первый шаг ваш в организации данного проекта заключается, безусловно, в создании рабочей группы. И параллельно с этим шагом нам, безусловно, нужно зарегистрироваться в из-маркировке, чтобы приступить полноценно к реализации проекта. Но, исходя из того опыта, который мы получили, в рамках эксперимента сформулировали с помощью участников эксперимента, прежде всего, какие должны быть принципы успешной регистрации в системе. Принцип номер один. Регистрация в системе происходит с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной на руководителя организации. Информационная система маркировки в автоматическом режиме проверит сведения, которые отражены в УКЭПе, в усиленной квалифицированной электронной подписи, в части владельца сертификата и МНН организации, и ФИО-уководителя. Сравнит с данными в реестре ФНС, в части наличия регистрации данной организации, ЕГРИУ-ЕГРИП. И поэтому второй принцип успешной регистрации – это соответствие данных, которые содержатся в сертификате усиленной квалифицированной подписи, с данными, которые зарегистрированы на сайте ФНС. И вы можете их проверить егру.налог.ру перед регистрацией. Сама регистрация в измаркировке построена таким образом, что пошагово вы, по сути, проверяете свои действия до момента подачи средней регистрации. Сейчас на сайте mdlp.markerovka.nalog.ru вы можете в разделе «Маркировка лекарственных препаратов» проверить по МНН статус регистрации слой, а также в автоматическом режиме пройти проверку установленного обеспечения у вас на компьютере, которое должно быть. Но прежде чем приступить к регистрации, пожалуйста, убедитесь в наличии соответствующих лицензиях в организации по тем адресам места вшления деятельности, по которым будет отражение сведений в части прослеживанности лекарственных препаратов. Поэтому принцип номер три – это наличие лицензии, как минимум одной зарегистрированной в реестре лицензии Росграфнадзора на фармацевтическую деятельность, и наличие адресов места вшления деятельности с присвоенными кодами ФИАС. Как я сказал, система пошагово предложит проверить установленные программы, и здесь на слайде отражены пять основных, собственно, гулитов, которые должны позволить вам успешно зарегистрироваться. Сама регистрация при отсутствии ошибок занимает буквально пять минут, и коллеги подтвердили, что получение необходимых данных, приобретение соответствующего пакета оборудования, для регистрации – это ключ, RUTOKEN, E-TOKEN, на котором будет сертификат усиленной квалифицированной подписи, и который вы можете получить в любом из аккредитованных удостоверяющих центров. Список аккредитованных удостоверяющих центров отражен на сайте Минкомсвязи в открытом доступе. Наверное, вы уже все, и так или иначе, работаете с торгами по государственным закупкам, поэтому соответствующие электронные подписи получали, в том числе и на руководителя организации. Таким образом, на рабочем месте у вас для регистрации должна быть соответствующая операционная система Windows или MacOS, браузер для регистрации, для прохождения веб-доступе, плагин CryptoPro или аналог, работающий непосредственно с ключом электронной подписи и сертификат, и драйверы, которые работают с носителем e-token или ROI-token, как я сказал. По сути, все обеспечение в виде ключа и программы обеспечения вам может помочь приобрести, оформить ваш провайдер по электронной подписи, либо удостоверяющий центр, у которого вы уже обслуживаетесь в рамках участия торгов. Никакой специальной электронной подписи для работы с измаркировки не нужно. Самое главное, чтобы электронная подпись, с использованием которой вы будете проходить регистрацию, была выдана на руководителя организации. На трех слайдах буквально я сделал скриншоты, которые вы можете в открытом доступе при прохождении регистрации в системе маркировки сами, собственно, и проверить. На первом шаге выбираете под систему маркировку лекарственных средств, так как оператором системы является ФНС, и сегментами уже на сегодняшний момент являются две товарные группы – лиховые изделия и лекарственные препараты. Но с точки зрения нашего проекта, конечно же, ориентируемся на лекарственные препараты. Как я сказал, пошабевая проверка доступна с помощью кнопки «Начать проверку», и система в автоматическом режиме подслитит те, собственно, результаты, которые будут обнаружены в автоматическом режиме буквально за одну секунду. В случае непрохождения той или иной проверки, соответствующий атрибут будет светиться красным цветом. Для регистрации в информационной системе вам нужно будет выбрать вид участника и виде резидента Российской Федерации и заполнить адрес электронной почты. Адрес электронной почты является логином, под которым данная организация регистрируется в информационной системе. И под этим адресом электронной почты вы, по сути, будете подавать свои обращения, в том числе первичные, в службу технической поддержки. Адрес службы технической поддержки будет отражен и сейчас находится как раз на сайте «мдлп.маркировка.налог.ру». В случае возникновения технических вопросов или каких-то проблем, вы можете спокойно написать на электронную почту и техническая поддержка, которая обеспечивается на стороне ФНС России, вам предоставят соответствующий ответ. Так вот, для завершения регистрации вам нужно будет выбрать сертификат соответствующей электронной подписи. Если у вас на рабочем месте установлено их несколько, нужно будет выбрать соответствующий, где, повторюсь еще раз, владелец сертификата является руководитель организации. Система в автоматическом режиме подставит ННН, фамилию, имя, отчество, которые зашиты в сертификате. Из ключевых трудностей или сложностей, которые возникали в процессе регистрации, особенно, прежде всего, у зарубежных компаний, в лице их дочерних компаний, здесь, на территории Российской Федерации, это были особенности отражения фамилии и имени руководителя. Когда иностранец происхождения из Индии, из Америки, из Германии, Франции, его фамилия Ночта была записана в несколько ином порядке. Например, было имя с фамилией местами поменено. Но, с точки зрения резидентов Российской Федерации, таких проблем у вас быть не должно, поэтому, повторюсь еще раз, что регистрация должна занять буквально приглянуть у вас в системе. По результатам регистрации вам придет ответ в автоматическом режиме. В случае успешной регистрации вы получите разовый пароль, который вы можете сменить потом. В случае неуспешной регистрации вы получите отображение вида ошибки. Возможные отказы. Это, прежде всего, отсутствие в реестре лицензий. Это отсутствие в реестре ЕГРЮ и ЕГРИП соответствующими свиньями, которые вы подали. Поэтому, если вы вдруг получили отказ в регистрации, не стоит пугаться. Прежде всего, нужно разобраться в причине. Как я уже сказал, сверху первичные данные, которые зашиты в качестве владельца сертификата, усиленную квалифицированную электронную подпись. И в случае, если там все отображено корректно, и вы не понимаете, в чем причина, обратитесь к службе технической поддержки, сделайте скриншот обязательно той страницы, которая была вами заполнена при регистрации. Вы можете повторить эту регистрацию и сделать повторный скриншот, если вдруг он не сохранится. И смело направляйте на техническую поддержку. Все вопросы будут рассмотрены и обязательно будут дан ответы в оперативном режиме. Собственно, у меня коротко все. Единственное, я хочу остановиться буквально на нескольких дополнительных комментариях и обратить внимание на особенности прослеживанности лекарственных препаратов в рамках оборота. Значит, участники, которые имеют фармацевтическую лицензию, организации оптовой торговли, организации медицинские и аптечные, должны обратить внимание на ключевой шаг. Для того, чтобы принять лекарственные препараты к себе, происходит акцептование двумя сторонами. Поэтому в настоящий момент времени в системе реализовано два вида акцепта. Первый прямой, когда пошагово отправитель отгружает информацию в систему маркировки и направляет товары с сопроводительными документами вам на соответствующий пункт прибытия. И обратный порядок. Когда товары прибывают с сопроводительными документами, но сведения в информационной системе отправителям еще не содержатся, и вы, как участник следующей по цепочке поставок, имеете право подать их первыми. С точки зрения системы маркировки, главное, чтобы оба участника подтвердили сведения, и в случае синхронизации и совпадения сведений с обеих сторон, соответствующие лекарственные препараты сменят владельца и перейдут от отправителя, в данном случае продавца, к получателю, к покупателю, к медицинской организации, к аптечной или следующей организации, кто вы таковы. Это первое. Второе. Так как лекарственные препараты находятся в агрегированном виде, особое внимание обратите, пожалуйста, на презентации, которую давал Неофарм и ЦЛОВДЗМ. И ключевым атрибутом является состояние лекарственного препарата. Если лекарственный препарат находится в агрегированном состоянии, то сведения передаются с точки зрения прослеживания информационную систему именно с кодами третичной упаковки. Они отгружаются, продаются и принимаются стороной именно в этих кодах. Если они находятся в не агрегированном состоянии, а именно поштучно каждая пачка имеет свой уникальный код, то в соответствующих схемах нужно будет сообщать код каждой индивидуальной упаковки. Но с учетом международного опыта и практик построения систем прослеживания, именно создание агрегации и группового кода на третичной упаковке, о котором многое говорилось, в том числе сегодня на первых видеороликах и было отражено в явном виде на презентациях, групповой код позволяет единожды, когда мы создаем и связываем всю находящуюся продукцию внутри третичной упаковки, позволяет обмениваться сообщениями с использованием только группового кода. Поэтому еще раз обращу внимание, в случае приемки лекарственных препаратов на свой склад, будь то аптека или больничная аптека, медицинская организация или склад оптовой торговли, обязательно в схемах подтверждающих акцепт должны соответствовать тем кодам, в которых находится данный препарат. Как это можно увидеть? Но прежде всего есть соответствующие схемы, в которые вы получите видео уведомления. Если была прямая цепочка акцептования, вы получите соответствующее уведомление и систему можете запросить, что было вам отгружено, так называемое уведомление об отгрузке со стороны отправителя. Также существуют справочные сервисы, которые вы можете использовать для получения статуса в оперативном режиме о лекарственном препарате с точки зрения пачки или групповой упаковки. В ответ вам будет возвращаться вся информация, включая всю иерархию вложенности по данным из маркировки. Поэтому подобные справочные сервисы будут очень полезны в момент приемки и не только, а также в процессе работы на складе или перед оформлением следующих документов в случае цепочки поставок. У меня все. Спасибо. Спасибо. И теперь переходим к вопросам. Пожалуйста, какие вопросы у вас возникли. Сначала я хочу сделать чуманное объявление. Мы в каждом регионе сформировали, сделали центры компетенции. Те, которые будут проходить дополнительное обучение, в том числе на рабочих местах, уже в организациях, чтобы посмотрели, как выполняются непосредственно эти обучения. И все остальные, эти региональные аптечные организации и медицинские организации будут уже в последующем приходить в эти центры компетенции в регионе. Уже непосредственно через них мы будем распространять этот опыт, информацию и помогать вам. Все, еще раз повторяю, материалы от сегодняшней презентации, от видео-селектора. Видео-селектора проводимого с центром компетенции. Все доступны на нашем сайте. Поэтому, пожалуйста, для обучения можете сегодня знакомиться. Пожалуйста, вопросы от ребёнка. Добрый день. Меня слышно? Великолепно. Добрый день. Моя фамилия Сорокин, зовут Борис Борисович. Я представляю аптечную базу Республики Адругея. У меня, представитель неопарм, в вашей презентации прозвучало, что на каждом рабочем месте должно быть два сканера. Вы можете пояснить, для чего это? Добрый день. Еще раз. В моей презентации прозвучало, что на каждом рабочем месте должен быть 2D-сканер. То есть это двухмерный сканер. Понял. Спасибо. Еще один вопрос. Постоянно в презентациях упоминается универсальная система обмена. Конкретного имени не называется. Это раз. И второй момент. Было упомянуто в презентации лечебного учреждения, что либо вы получаете цифровую подпись, либо вы получаете джекарту для работы с системой УСО. Насколько я знаю, джекарты – это тип носителя. Вопрос, соответственно, содержимое этой джекарты какое-то специальное для работы с УСО, или это обычно электронная подпись, размещенная на носителю джекарты. Да, спасибо за комментарий и вопрос. Здесь на самом деле несколько вопросов позвучало. Первое. Джекарты – действительно тип носителя. Для работы с УСО там есть два контейнера. Один контейнер – это электронная подпись. И в данном случае это не обязательно электронная подпись для руководителя. Я на этом остановлю чуть подробнее. А второй контейнер – это для РСА-сертификата, с использованием которой, собственно, происходит передача сведений, шифрования и дополнительные действия. Особенности работы с УСО, прежде всего, ну и плюсы и минусы, может быть. Дополнительный плюс – это если вы имеете информационную систему не промышленного типа, ну или собственной разработки, или вендор там перестал поддерживать, вы поддерживаете собственными силами, или имеете небольшой, скажем, парк техники. Ключевой принцип или ключевой плюс – это возможность работы с криптопровайдером непосредственно с самим программным обеспечением УСО клиента. В этом случае вы своей информационной системой выгружаете только XML-файл, передаете в УСО, УСО обеспечивает подписание электронной подписью, которая содержится в Джекарте и в тех самых контейнерах, которые я назвал. Вам возвращает в результате идентификационный номер документа, который присвоен вашему запросу, и возвращает электронную подпись, собственно, как результат подписания документа. Есть альтернативный способ, который также отражен на сайте налог.ру, описание так называемой API. В этом случае при взаимодействии посредством API вы самостоятельно строите интеграцию с криптопровайдерами, отслеживаете хранение ключей электронных подписей в удобном для вас виде, но обязательно соблюдаете требования по подписанию электронных сообщений электронной подписью в том виде, в котором требует регулятор. С точки зрения электронных подписей и работы пользователей еще один ключевой момент, на котором важно остановиться. Понятно, что единожды зарегистрировавшись в личном кабинете не будет руководитель организации каждый раз заходить и сообщать все сведения самостоятельно. В этом случае существует так называемый реестр пользователей, который надо будет завести в собственном профиле в личном кабинете. К пользователю привязывается электронная подпись, та, с которой будет работать данный пользователь, в том числе сертификат, с использованием которого будет осуществляться передача данных посредством программной передачи. Поэтому система работает в трех режимах. Первый – это ручной способ, когда можно документ в виде XML-сообщения загрузить через реестр документов в личном кабинете. Скорее, исключительный способ для многих автоматизированных больничных учреждений и аптек. Второй способ – это УСО, который вы слышите, когда вы выгружаете в свою информационную систему файлов, он подписывается на стороне УСО клиента. Дальше в подписанном виде, в зашифрованном сообщении передается в С-маркировку. И третий способ – это посредством API. В этом случае, еще раз повторю, вы самостоятельно на своей стороне организуете взаимодействие с крипто-провайдерами, с, может быть, судоистояющими центрами, обеспечивающими хранение и подписание в электронном виде. И после этого передаете сообщение в электронном виде. Спасибо за ответ. Я еще хотел уточнить. УСО, где его можно скачать, купить и вообще имя у него есть у этого УСО. Да, УСО можно скачать на сайте Центринформ на презентации по-моему «Неофарма». Была точная ссылка. Так, спасибо. Еще один вопрос. Обращайте, пожалуйста, внимание дополнительно, что на сайте налог.ру в разделе для разработчиков информационных систем размещена информация не только по схемам информационного взаимодействия, но и по API. Поэтому там же соответствующие сервисы программные, которые будут взаимодействовать с помощью третьего вида, как я назвал API, тоже будут доступны. Поэтому основную информацию отслеживайте на сайте налог.ру. Я понял. Еще один вопрос. Правильно ли я понимаю, что формирование файлов данных в формате XML должно осуществляться доработанным учетным программным обеспечением? Отдельной программы, которая бы формировала такие файлы, нет? И да, и нет. Значит, да, потому что вы с учетом вашей внутренней экосистемы информационных систем на предприятии можете самостоятельно реализовывать соответствующий модуль выгрузки, так называемые выгрузки и транспортовую смаркировку. Ответ нет, потому что есть вендоры крупные. В случае, если ваша организация использует промышленные системы или 1С, ПАРУС, СЛП и аналогичные, которые существуют в аптечной индустрии, вы можете обратиться к вендорам. Активное взаимодействие оператора в лице ФНС идет непосредственно с вендорами системы. Соответствующие вендоры готовят пакеты к своим информационным системам для розничных аптек, для медицинских организаций. И в ближайшее время они будут доступны вам в виде соответствующих конфигураций, дистрибутивов и так далее. Поэтому еще раз повторю, вы можете самостоятельно разрабатывать эти модули при наличии соответствующих условий, а можете обратиться к вендорам, которые ведут на сегодняшний момент вашу поддержку или предоставляют программу обеспечения. Спасибо, у меня все вопросы. Пожалуйста, еще раз. Добрый день. Город Девосток, Тарлопович Андрей, компания «Фармация». У меня пара вопросов. Первый вопрос по третичной упаковке и работе с ней. Если я правильно понимаю, то есть мы получаем на классический центр, получаем от дистрибьюторов, ну, можем получить в третичной упаковке уже закодированные. Соответственно, если я правильно понял из презентации коллег, отсканировав данный код, система УСО в обратную сторону вернет нам перечень датаматрикс-кодов всех упаковок, которые непосредственно в этой коробке находятся. Соответственно, вопрос следующего плана. Если мы являемся дистрибьютором и мы для кого-то формируем третичную упаковку, где брать формат этого кода и, соответственно, поддерживает эта система загрузку данных о том, что вот я эту упаковку сформировал, туда определенное количество датаматрикс-кодов поместил и отправил дальше по системе. То есть как это взаимодействие происходит? Да, я сейчас поясню. Единственный вопрос сначала, встречный. Вы для кого-то формируете с точки зрения подготовки к отгрузке как к складу ответственного хранения или прямой дистрибьютор, осуществляющий продажу? Ну, в том числе, мы являемся логитическим оператором по льготе. Соответственно, да, то есть для пунктов отпуска мы формируем определенные поставки. То есть они не являются нашими контрагентами, не являются нашими аффилированными лицами, а контрагенты сторонние получаются. Ну, давайте приступим. Чтобы мы так же не принимать каждую упаковку. Не, все понятно, спасибо. Я просто поясню, почему задал вопрос. Третьичная упаковка SSCC. То есть это серийный номер третичной упаковки по стандарту GSID. В интернете можете набрать аббревиатуру SSCC. Это 18 цифр, которые закодированы определенным образом. По классике стандарта GSID первый символ является специальным. Может быть использован либо для длины последовательности, либо для уровня иерархии упаковки. Следующая последовательность на территории Российской Федерации это 9 символов. Это код предприятия, который присвоен при вступлении в ассоциацию GS1 RUS. Это национальная ассоциация, некоммерческая, которая является частью системы GS1. Оставшиеся символы на исключение последнего используются, как правило, для порядкового номера присвоения последовательности третичной упаковки. И последний символ, специальный, как и в любом штриховом коде, является контрольным. Следующий вопрос, который вы задали, как можно формировать. Да, значит, на любом из этапов логистической цепочки допускается с точки зрения как физических операций, так и информационных, которые вы регистрируете в системе маркировки передача соответствующих свиней об агрегации или трансформации. Есть соответствующие информационные схемы с номером 9, 911, 12, 13, 14 и 15. Вы можете посмотреть их в файлах информационного взаимодействия системы. Эти схемы, которые отвечают на те вопросы, которые вы задали. Любой участник, абсолютно любой, может произвести агрегацию или трансформацию. Это допускается. Значит, есть небольшая особенность с операцией перекладки. Если вы на своем логистическом складе выполняете это единомоментно с использованием терминала сбора данных и соответствующей складской системы, то с точки зрения взаимодействия с маркировкой, вам нужно подать два сообщения 913 и 914. 913 это изъятие, 914 это вкладка. Если вы производите просто изъятие, например, отбор образцов, будь то выборочный контроль, фармацевтический надзор, демонстрационный образц или сертификация, или иное, вы просто производите изъятие и потом вывод из оборота. Если вы делаете перекладку, как я сказал, вам нужно будет подать два сообщения. Теперь, по сути, вопрос, который был встречный. Если вы являетесь организацией, которая оказывает услуги для третьих лиц, например, 3P или оператор, или логистический провайдер, как их называют еще, в данном случае вы, выполняя действия с данным товаром, не являетесь прямым участником. Этот товар не находится на вашей собственности, вы просто предоставляете склады и услуги по ухранению и подготовке к продаже. В этом случае вы подготавливаете соответствующие информационные сообщения при работе с этими кодами, включая приемку, трансформацию на складе и даже выбытие со складом по различным причинам. И эти сообщения должны передать собственно заказчику и владельцу препарата. Та организация, которая у вас размещает на ответственное хранение этих препаратов, должна от своего имени подать в систему маркировки. Спасибо. И второй вопрос относительно личного кабинета. Я слышал. по поводу после прохождения регистрации непосредственно о заведении собственно говоря в самом личном кабинете точек, я так понимаю, реализации и хранения. Немножко столкнуться с трудностью. Там есть место деятельности, место ответственного хранения. То есть, чем они отличаются и что нужно заводить? Чем является аптека, чем является оптовый склад? Да, спасибо за вопрос. Очень важный. И места деятельности это места, которые или адреса деятельности в автоматическом режиме подгружаются из реестров лицензий. Если это производители, это реестр Минпрома, если это организация оптовой торговли, медицинская организация или аптечная организация из реестра Росздравнадзора в части деятельности фарнацифтической. Места ответственного хранения. Места ответственного хранения это самая закладка, про которую вы говорите. Это адреса, на которых у вас нет собственной лицензии как у организации, но вы хотите на этом адресе выполнять определенные услуги по хранению. Например, это в части логистики удобно. Получить от продавца препарат, разместить его на месте хранения, прохранить какой-то период времени, найти покупателя или подготовить к отгрузке и потом осуществить перемещение на свой фармацевтический склад, с которого осуществлять отгрузку. Обращаем внимание, что с места ответственного хранения, то самое второе, которое вы добавляете вручную в личном кабинете, нельзя, не допускается совершать отгрузки третьим лицам. То есть этот склад, который называется место ответственного хранения, вы можете добавить вручную путем выбора из лицензии своего партнера на сайте, в личном кабинете. Выбираете партнера, находите его по определенным параметрам NNN, номер лицензии, или дополнительные атрибуты, которые там находятся, добавляете его как склад ответственного хранения и на этом складе позволяет систему маркировки регистрировать только операции приемки, будь то приемка из третьих лиц или внутреннее перемещение, и обратное перемещение на свой фармацевтический склад. Поэтому вот то, с чем мы столкнулись, особенно это касается в прежде всего производителей действительно существуют определенные нестыковки, когда со складов, на которых нет лицензии собственной, но есть договор на аутсорсинг, осуществляются отгрузки. Так вот, система маркировки не позволяет этого делать согласно законодательству. Спасибо. Вот, последний вопрос от коллег относительно скорости прохождения проверки. Если, допустим, мы отсканировали какую-то упаковку, товар, то есть как быстро система дает ответ? Предполагается, это мой моментальный ответ в реальном времени. В ближайшее время оператор подготовит что-то типа SLA или временных интервалов по выполнению тех или иных процессов. Понятно, что есть процессы и схемы в рамках производства, где мы можем получить 300 тысяч упаковок единомоментно, и на них можно и нужно реагировать чуть дольше. Но в условиях пиковой нагрузки, независимо от количества подключенных организаций, система должна реагировать в ряде случаев достаточно быстро и оперативно. Не готов сейчас сказать, какие конкретные это будут сообщения, оператор должен отдельно опубликовать. но мы с вами предполагаем, что с учетом логистики и с учетом оперативного режима выбытия, в том числе сообщения по выводу и по кассе, должны происходить в достаточно оперативном режиме. Но при этом обращаем внимание, что система работает в уведомительном режиме и наличие системы не является блокером по выполнению соответствующих операций по логистике. Понятно, что есть операции, которые вы назвали в виде справочных сервисов. Я думаю, что оператор когда разместит информацию по временным интервалам, мы более точно сможем ответить на вопрос. Но предполагается использование этих операций в качестве вспомогательных. То есть при приемке товара на склад, если при проверке соответствующих кодов система мне не подтвердит, что, допустим, кугином образом выдаст ошибку, то есть я, в принципе, могу ее игнорировать и просто потом подождав какое-то время проверить еще раз. То есть я правильно понял? Вы правильно поняли тот факт, что вы можете продолжать совершение действий, ну, по процессу в данном случае по приемке. Даже если ответы системы негативны, вы в данном случае товар размещаете в зоне хранения, будь то карантин или специальная зона или в общей зоне хранения с особой отметкой в вашей информационной системе и дополнительно разобраться в этой ситуации с помощью вашего поставщика, а также дополнительно получить запросы системы маркировки. Спасибо. Спасибо большое. Значит, уважаемые коллеги, мы планируем не одну еще серию видеосвещенных совещаний, и на феврале мы планируем большое совещание российское, это маркировки. Я так понимаю, что, видимо, сегодня вы получили первичную информацию, мы разместим в том числе резюме по сегодняшнему сервекторному совещанию адрес, на который вы можете направить свои запросы, и тогда это будет более полезным, потому что, к сожалению, наше время в виде эфира уже завершается, я понимаю, что вопросы, которые позвучали, они отживут, и жизненно актуальны, и вам необходимо получить ответ. Мы запланируем еще одно в виде селекторного совещания и делаем ресурс для подачи вопросов. Вам сейчас нужно начать подключаться, начать работать, что это уже практически не происходит. Спасибо всем за внимание. Напоминаю, что в адрес губернаторов ушли письма о создании рабочих групп с указанием, что это должен быть ниже заместитель губернатора, и нам списки этих рабочих групп должны быть направлены. Наши территориальные органы Росздравнадзора будут активно координировать вашу работу. Мы планируем еще дополнительное обучение в первых числах января, поэтому сейчас нам нужны те рабочие группы, которые будут отвечать за все непосредственные контакты. Объем работы для нас большой, проект беспрецедентный по своей значимости, поэтому прошу всех быть максимально ответственными. Спасибо за внимание, всего вам, всего вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.